девочки массаж гуаша один из самых моих любимых вообще перед массажем можно чуть-чуть наносить сыворотки я конечно люблю больше работать по воде мокрое лицо сделайте работать и мы пишем это видео в студии поэтому я немного нанесу масло потому что других средств у меня с собой нет у нас с вами есть два вида скребков каменный и деревянный каменный наверное больше имеет воздействие глубины с тканями а деревянный материал который натуральный камень тоже но дерево всегда теплое и его очень удобно с собой возить камни часто бьются поэтому вообще здорово иметь два скребка я буду работать вот с этим потому что больше всего люблю форму от этого сердечка и лучше всего работать и так представьте что у вас водное лицо мокрое да лучше если в ванной это делаете начинаем мы массаж гуаша всегда с тканей лобных большим ребром постепенно протаиваясь поднимаем наверх ткани мы с вами уже такие лифты делали с помощью рук но гуаша нам дает лучшую возможность потому что воздействие твердого ребра и она при этом сглаженная не травмирует ткани ну и конечно область захвата намного больше вот вас уже когда вы проходите лоб при массаже вы всегда уже будете видеть покраснение дальше там где у нас метопический шов точно также с помощью гуаша мы можем этот шов пораздвигать чтобы не было межбровной морщины сама межбровка где она образуется стали и вот такое движение все ткани которые у нас здесь собираются мы их разглаживаем нажим не сильный если будете сильно давить ткань воспримет вас как травму и еще больше съезжится на любое воздействие как травма либо удар мышцы сокращают а нам нужно их в норматонус привести наоборот растянуть после межбровки мы идем таким же движением по брове на эту сторону далее я обожаю это движение это когда у нас с вами здесь бусины лапки да эти морщинки собираются круговая мышца она глазная всегда в плену других мышц поэтому мы берем сюда делаем распорочку легкую и скребком гуаша как ластиком как будто мы хотим стереть на самом деле убираем напряжение с внешних уголков глаза и даем хорошее кровообращение сюда и давайте на эту сторону я может быть чуть час ускорено показываю потому что мне важно показать вам как с разным регионом работать вы можете дольше на каждой зоне стоять другой стороной проходим в височную область легко легко нажимаем и делаем лифт наверх чтобы глазки у нас открывались на эту сторону теперь спускаемся вниз поработаем также в области носика как мы делали руками за с помощью гуаша расслабить швы вдога удобней только без большого воздействия не нажимаем сильно и вот поработаем чтобы не было носа губочки и чтоб лицо к центру не стягивалась на эту сторону самым длинным ребром встаем обнимаем нашу щечку и очень легко вы делаем такое при натяжении и идем как раз таки от отека и также растягиваем убираем напряжение в подглазничных связочках только не давите на лицо и не давите кости себе вглубь мы работаем поверхностно только с тканями видите как я легко это делаю мне ничего не продавливается гуаша можно работать жевательными мышцами встаем ребром открыли ротик делаем протяжечку без сильного давления можно услышать что с одной стороны простреливает там где напряжение а гуаша за счет своего ребра жесткости он же достает по глубже чем руки до зона носогубок легкое проминание губки я люблю работать с гуаша я поджимаю губы и работаю по круговой мышце так чтобы снять снять напряжение вот так делаю и в завершении выемка здесь лапка удобная но у этих лапок такого нет не сложнее работать с челюстной дугой поэтому я люблю такую форму ваша стали и с легким перед натяжением ткани лифт до угла молодости стали лифт до угла молодости сейчас покажу как еще с гуаша также как мы с вами руками работали можно с углу молодости работать вот этой лапкой можно вставать вот туда за ушко где напряженная мышца и тихонечко массировать себе чтобы челюсть не поджималась ваша прекрасно справляется потому что ребром лапка это легко достать эту мышцу по этой стороны как больно вот ну и в завершении да можно что сделать конечно спуститься на шею то есть выгладить себе подбородочек особенно у кого тут скопилось уже ролик и жира и отека ой слушайте с деревянным просто прелесть работать и по шее шею можете себе все пройти шея любит гуаша у вас могут быть небольшие кровоподтеки если много напряжения склеенных тканей ждем пока заживет если такие появились ну и можно тоже также задними мышцами пройтись почему нет раз уж мы все шею обрабатываем завершение декольте задену и вот такой шикардосный комплекс то есть понимаете что у нас с вами идеи как работать с лицом такие же как мы делали с руками то есть распорки снятия стоим на местах где швы черепные да где стяжечки все но с гуаша намного интереснее потому что он имеет площадь воздействия и доставим как бы достает глубже ну все на сегодня